Ну вот видите, друзья, зазеленели наши дубы. Великолепные, красавчики дубы. И внизу вот эти вот беленькие цветочки. Их вот видимо-невидимо здесь. Это, по-моему, маргаритки. По крайней мере, я вот так всегда считала, что это маргаритки. Может, я опять ошибаюсь, не знаю, друзья. А вот то, что первая листва и уже такая большая. Вот на наших дубах, которые я обожаю. Которые имеют такие причудливые ветки, как кружева. И вот они в любое время года такие красавчики. И вообще вот эти английские дубы. Ог. Называется English Oog. Дуб. Очень распространенное дерево в Англии. Их очень много. И вот эти маргариточки. Кругом, кругом, кругом. Красотулечки такие. Их тут по всему полю. И вы слышите вот этот звук? Это как раз вот газонокосилки работают. Вот косят сегодня траву. Их тут, по-моему, сразу три. Это департамент работает. Это не частные люди косят траву. Потому что вот именно вот эта вот поляна, по которой я гуляю очень часто в нашем Эппли парке. Вот эта вот огромная поляна. Она не для игры в гольф. Она именно для выгула собачек. И вот то, что я вам показывала, и то, что я говорила. Здесь собачек гуляет очень много. Но ни одной какашечки вы тут не найдете. Потому что все-все за собой англичане упирают. В этом плане они молодцы. Сейчас поближе подойдем. Я вам покажу, как они траву косят. Здесь у них такие огромные эти машины. А вообще, вот вы знаете, пока иду по этому полю, вот хотела вам такую историю показать и рассказать. Видите, какая лужа. И вот, честно сказать, хоть здесь и травка такая зеленая, прекрасная, и не видно. Но когда идешь, она чвакает себя под ногами. То есть здесь переувлажненные почвы. И очень сильно. Несмотря на то, что это на склоне находится, но почвы очень переувлажнены. И вот у меня тоже спрашивали мои подписчики, покажите что-нибудь похожее на Россию. Есть что-нибудь такое в Англии или нет? И вот, знаете, я подумала. Вот в прошлом видео я, когда влезла в грязь, свернула только с основной дороги, где асфальт везде. И я не успела свернуть. И там же тут же была вот такая вот жуткая грязь. И вот здесь, видите, тоже вот эта вот лужа. То есть переувлажненная почва здесь везде. И я что хочу сказать. Вот если бы не вот их вот этот асфальт, если бы не вот эти вот газоны везде, то грязь была бы, наверное, по самые уши. И тоже, если выходишь куда-то, даже здесь вот в лес сейчас не рискуют люди ходить. А если кто-то и идет с собачками, то одевают такие забродные сапоги. Ну, вот так вот выглядит это уже скошенная трава, поляночка, видите? Вот. Вот так вот она иногда сбрасывается, эта травка. Ой, слушайте, запах тут кошенной травы бесподобный. Ну, вот они поближе. Здесь газонокосильщики. Вот видите, он вот такой даже как бы ручной машинкой он там берет возле забора травку, а остальную вот она машина основная, которой они косят газон. Вот. Я стала снимать этих газонокосильщиков. Они испугались, тут же подбежали ко мне. Вы видели, да? Вот. И стали спрашивать, а что я из консула, из консульства с этого их. Значит, вот, что пришла проверять и снимаю их, фотографирую, как они тут работают. Все напугались, мужики. Я сказала, что нет-нет, это я для своих друзей из России. Хочу показать, как прекрасно англичане косят траву. Вот такая машина огроменная. Она косит быстро. И вот в основном вот такие машины, они на гольф этих огромных площадках, где в гольф играют, потому что она очень ровненько косит траву. не знаю, будет ли вам интересно. Я думаю, что тоже интересны такие вещи. И вот мужчины здесь сегодня работают. Ну, а здесь вот такие надписи, как я вам уже объясняла, ноу-гольф. То есть, это поле, оно не для гольфа, а вот, как сказала, оно именно для выгула собак. И вот написано, что вы должны убрать после своей собачки. Вот такая записочка. Видите? Это консульство пишет все такие записки. Если не уберете, то от 75 до 1000 фунтов штраф. Вот такие собачье опять у нас. Всякое разное. Hello! Hey, lovely dogs! А еще вы знаете, очень распространенное дерево. В Англии можно встретить очень часто вот такую русскую березку. Очень их тут много. А сейчас шла, там поднималась, где эти собак выгуливают люди. И представляете, идет мне навстречу женщина с собаками. Вот они любители этих собак, англичане. Но есть такие, что уже у них по-моему сдвиг по фазе. Потому что она идет, собачка бежит впереди в комбинезончике в розовеньком и она катит коляску. Я подумала, что у нее в коляске ребенок. А когда поравнялись, я смотрю, коляска для собаки. Собака гуляет, она сзади колясочку катит. Можете себе представить, вот до какого маразма порой люди доходят. Я не стала ее вам показывать, потому что видите, как реагируют вот даже эти газонокосильщики подбежали ко мне, что я снимаю, что такое случилось. Поэтому я уж не стала ее тоже вам показывать, но вот рассказываю. Вот такие вот, представляете, вот такие истории. Вот, наверное, одинокая, и детей нет, и вот она сходит с ума со своими собачками. Сегодня у нас очередной шикарный день. Солнце вовсю, правда ветерок конечно немножко портит, но тем не менее дождя нет. Так как вчера целый день был дождь, то сегодня как и требовалось доказать, целый день будет солнышко. Ну, вот так, друзья. Вот такие тюльпаны великолепные. вот это что опять такое я не знаю. И вот там между домами посмотрите какой цветущий огромный куст. Кто-то сказал, что это азалия, а я почему-то считала, что это ротодендрон, друзья. И вот друзья, я оказалась права, спросила у мужчины, который тут занимается своим садиком, что за куст. Вот сказала, что я думала, что это вот этот мужчина, видите, я у него спросила, он сказал, да, это ротодендрон, так что я права. И этот ротодендрон уже зацвел вовсю. И вот даже, видите, ирисы уже. Ой, ну я не представляю, друзья, как это все быстро. Посмотрите-ка, ирисы. Или у нас их называют на юге петушки. Ну как это так рано они? И вот в очередной прекрасный солнечный день я еще раз убеждаюсь, что все-таки погода. Говорят, у природы нет плохой погоды, да, наверное, но когда дожди зарядят, как всю зиму здесь, то в общем уже как-то от них устаешь. А вот когда солнце начинает светить, то и жизнь прекрасна. А это узнаете, друзья? Это же сирень. Вот такой куст сирени. набирает только еще цвет. Но меня поражает, почему все это так рано начало здесь цвести. Обычно как-то все это позже. А вот это растение называется Blue Bell. Голубые колокольчики. его тоже очень много везде. Этого растения. Вы знаете, даже он растет в лесу. И вот есть такие поляны. Специально даже туристов привозят, где этого голубого колокольчика. Просто очень много. И все эти поляны смотрятся просто сказочно. Вы знаете, очень красиво. Хотя он называется Blue Ball. Вот видите, есть и White Ball, белые колокольчики Bell, а есть вот и розовые Bell колокольчики. Но в основном они, конечно, синие. Вот еще у меня задали вопрос рассказать о дорожных знаках здесь в Англии. Вот я подошла вот к этому обозначителю. Видите, Newport, Ride, Sundown. Показана развилочка. и вспомнила, что меня просили об этом рассказать. Ну вот единственное, что я могу рассказать, вы знаете, что здесь знаков дорожных очень мало, крайне мало. Вот англичане вот так вот свои дороги, они не перенапрягают вот этими вот знаками дорожными. У них очень мало знаков, в основном только основные. и этим мне очень нравится. В отличие от России, на которой знаки утыканы буквально в каждых 500 метров и надо быть бдительным, внимательным. Я не знаю для чего. Для того, чтобы ГАИ что ли брала взятки, зашли, штрафовала людей за неисполнение. Я не могу понять. Но здесь в Англии очень мало дорожных знаков, друзья. Вот еще такой чудесный садик у людей. Ну и вот я, пожалуй, вам последний покажу вот этот дом старинный, довольно интересной архитектуры. И вы знаете, у меня почему-то увеличился зумер приближения. Я не могу его сбросить. Боюсь, что будет все это не резко. Поэтому, друзья, я заканчиваю свою съемочку. Пока-пока.